Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна, и сегодня я хочу вам показать свой заказ по каталогу номер 17 и новинки 18 каталога. Так уж получилось, что в 17 каталоге очень много новинок разных, и очень много я хочу вам показать и рассказать. Поэтому такие покупки, как средства для унитаза, кондиционер для белья, декоративная косметика, я не буду вам показывать, потому что обо всем этом я вам уже показывала и рассказывала. В общем-то, я не хочу повторяться, и решила показать вам только самое интересное и самое новое, чтобы не повторяться. Ну и начнем, пожалуйста, с посуды. Я заказала для себя и вообще на подарки. Я заказала вот такую вот стеклянную доску-мышку. Это и разделочная доска, и доска под горячее. Посмотрите, у нее очень милый новогодний дизайн, ну и в принципе круглый год можно такой досточкой пользоваться, я считаю. Она действительно стеклянная, достаточно толстая. С обратной стороны есть вот такие вот прорезиненные ножки, то есть досточка плотно стоит на столе, никуда не скользит. Я ставлю на нее и горячие формы, которые достаю из духовки, ну и просто тарелки, да, в каталоге написано, что можно как сервировочную тарелочку, да, сервировочную доску ее использовать. В общем-то, хорошая такая деталь для интерьера кухни. Мне очень понравилась, я рекомендую. У меня по пять штук их заказывают на подарки. Поэтому, ну действительно, вещичка такая достойная, универсальная и в хозяйстве необходимая, да, не побоюсь этого слова. Дальше, если уж мы говорим про Новый год, заказала вот такое вот печенье с предсказаниями. В том году я покупала коробочку с печеньем, сейчас опять купила. Вот оно, печенье с предсказаниями, видите, миленькая мышка. Сын очень хотел открыть коробочку, она здесь в двух сторон на наклейках. И внутри вот такие вот печенюшки. И в каждой печенюшке есть предсказания. Ну, конечно, открывать я сейчас не буду, будем ждать Нового года, да, но в качестве сувенира, в качестве подарочка, вообще, по-моему, очень хорошая вещичка. Печенье с предсказаниями, знаете, очень важно, что это печенье, оно, плюс ко всему, достаточно вкусное. В том году мы съели все печенюшки, абсолютно. Вот, поэтому рекомендую, присмотритесь, когда идете в гости, например, взять с собой вот такую коробочку печенья, да, не с пустыми руками, и в то же время что-то интересненькое, не избитое, да, там никакой торт и бутылка шампанского, например. Дальше, двигаемся по новогодней тематике. Я заказала и для себя, и на подарки. Носки в подарочной упаковке я заказала с оленями, они есть в сине-красной и молочной расцветках. Приходят они очень хорошо упакованы, вот в такой вот картонной коробочке. В коробочке лежат носки в пакетике, а сама эта коробочка заклеена скотчем, перевязана ленточкой, вот такой вот блестящей, да, и сверху еще упакована в пакет, в общем, как в сказке про царевную лягушку, да, и смерть Кащеева. В общем, вот такая коробочка, ну и главное, да, это носки. Носки в составе своем содержат натуральную шерсть, они достаточно тонкие, то есть их можно носить, да, вот, например, не только дома, да, но и в сапог, например. Они тоненькие, при этом тепленькие, они не колятся, не колючие, они идут в размер, вот, то есть на свой 41 размер, да, я заказала носки самых большого размера, 39-41, и они мне как раз. Они достаточно высокие, сверху вот так выполнена резиночка, и вот такие вот милые олени, да, скандинавский принт, и, в общем-то, очень по-новогоднему, по-моему, очень интересно. Есть еще аналогичные носочки с снежинками из люрекса, ну и здесь уже дело вкуса, в общем, выбирайте, да, пока есть на складе. Продолжая новогоднюю тематику, я заказала себе набор трусиков Happy New Year, вот такие вот трусы, они хлопковые, 95% хлопок, 5% эластан, они упакованы, здесь зип-замок, да, вы здесь открываете, здесь зип-замочек, трое трусиков, я на свои бедра обхватом 98 заказала трусы в размере М, они мне подошли идеально, я всегда ношу М, в этот раз я взяла М, очень хорошие, милые такие, атмосферные, я бы сказала, трусики. Конечно, можно их носить и не только в Новый год, а круглый год, да, в общем, вот такие вот трусы, они достаточно хорошо прикрывают попу, у них глубокая посадка, они очень комфортные. В общем, такие трусики на каждый день, когда вы находитесь дома, да, или для ночного сна, в общем, вот такие вот трусики, здесь милый бантик, вот этот принт, он прорезиненный, да, вот эти снежинки. Здесь есть хлопковая ластовица, гигиеническая защита, как обычно, и внимание, что бывает редко в компании Фиберлик, именно у белья Фиберлик, здесь вот эта часть ластовицы пришита, нет кармашка, да, которым все, как правило, недовольны. В общем, в комплекте вот такие бордовые трусики со снежинками, дальше белые трусики с оленями красными и белые трусики вот в такой вот ромбик. Вот эти двое штучки, я еще их даже не раскрывала, но если вот здесь снежинки, они прорезиненный принт, то здесь это, ну вот, просто рисунок, да, это не набивной рисунок, не прорезиненный, а просто, ну, рисунок на ткани, да, сама по себе такая ткань. В общем, трусики хорошие, и в качестве сувенира, в качестве подарка, например, подружке, если вы купите такие трусы и носочки с оленями, в общем, по-моему, очень даже забавно. И сразу подарочная упаковка, кстати, это здорово. Наконец-то компания Фиберлик вспомнила, что есть еще и мальчишки у нас, у работников компании, да, и у консультантов, у покупателей. И выпустила для мальчишек линейку нижнего белья, потому что раньше только для девочек. И, конечно же, я для своего сына заказала с монстриками вот такие вот трусики. Это у нас набор трусиков с липов. Для мальчиков монстры три штуки в наборе на размер 110-116. Он у меня сейчас всю одежду носит как раз такого размера, и трусики ему подошли идеально. И вот такие вот боксеры, но здесь самый маленький, размер 122-128. Ну, я взяла на вырост, да, подумала, что пусть будут, да, большая, не маленькая. Ну, давайте вот, вот они боксеры, да, какие? Синий с голубым, желтый с синим и красный с черным. Ну, давайте покажу вам одни, посмотрю вместе с вами. Вот такие, в общем, классические боксеры, резиночка. Здесь вот такой монстрик. В общем-то, здесь даже гигиеническая защита есть. Здесь подкладка спереди. В общем-то, классические такие боксеры для мальчишки. В общем-то, да, что еще надо. Хорошие трусы, да, на каждый день. А вот трусики, которые слипы, да, они сделаны как плавочки, но плавочки, знаете, очень комфортные. Сейчас зимой трусы, если такие более свободного кроя, да, когда я ему одеваю термоштаны или колготки, они скручиваются неудобно. Тем более, когда он в садике сам одевается, они вот скручиваются, вот как будто юбка у него под этими колготками. Поэтому я заказала вот такие вот плавочки. В одних он уже бегает. Он говорит, что они удобные, они ему нравятся, они с монстром. Ну, в общем, что еще для счастья надо. В общем, и показываю вам поэтому двое штук. Вот такие желтые, вот с таким каким-то монстром, который показывает язык. И света морской волны. И он сейчас бегает в каких-то ярко-таких голубых, синих, в общем, вот такой вот цвет. Он тоже очень красивый, приятный. Стирку переживают бокси, вот эти трусики хорошо. Я их стирала уже. Поэтому, в общем, заказывайте своим мальчишкам. Я думаю, что вот что-что, а вот трусы для мужика, они лишними не будут. Дальше я заказала сыну набор пижаму. Я заказала штаны, черные с оранжевым. И взяла я что футболочку, что штаны. Размер 116-122, но я думаю, к лету. Вот смотрите, вот такие штанишки. Снизу они идут на манжетике. Это я очень люблю такие штаны на манжете. Можно брать на вырост спокойно, да, и они не будут по полу кататься, мотаться. 92% хлопок, 8% эластан. Вот такие вот штанишки, резиночка. Ну, в общем, вот такие классические штанишки, да, пижамку. И взяла футболочку с коротким рукавом. Есть еще такое цветовое решение в сине-голубом исполнении. И есть футболочка с длинным рукавом. Кофточка, да. Ну, а вот он выбрал оранжевую. И на оранжевую вот такие монстры. Вот. Прошу прощения за освещение, но у нас ночь, по-моему, круглые сутки. Вот. Специально ждала день выходной, да, чтобы снять обзор, но все равно темно. А если я включу здесь освещение, то у меня будет пол лица белые, а пол лица черные. Ну, да ладно. В общем, дальше я заказала перекидной календарь-домик. Давайте быстренько мы с вами посмотрим. Январь у нас здесь серия зима. Февраль, естественно, мужская серия и вода фаворит. Март. Глэм Тим декоративная линейка. Апрель. Эксперт. Скин-активатор и Лена летучая. Так, это что, пятый месяц? Май. Нуки. Дальше. Июнь. Айсиул. Июль. Джойфул, Грейсфул и Плейфул. Прекрасные летние, на самом деле, задорные такие водички. Август. Викенд, полюбившийся многим. Сентябрь. По традиции, школьная одежда, школьная форма. Октябрь. Линейка премиум. Дальше. Что у нас тут в ноябре? Ноус ноу. Ну, хотя у нас в ноябре уже всегда снег, да? И декабрь Рината. И Рината Литвинова. И вот здесь общий календарик на 2021 год уже есть. А с этой стороны полностью на 2020 год. В общем, хороший календарь на работу отнесу. Дальше. Продолжая новогоднюю тематику. Я заказала себе вот такие тапочки, мышки. Размер 40-41. Я в своей группе ВКонтакте уже отставляла обзор и фотографии. Это полный аналог тапок, хрюшек, которые были к Новому году 2019. Что могу сказать? Они мягкие. Они идут в размер. Здесь вот такая вот резиновая подошва. Она достаточно хорошо гнется. Хрюшки мои еще функционируют. В общем-то, нормально. Ну, выкину их и буду в этих ходить. Вот. Здесь с такими серебристыми ниточками вышит носик и усы. Ну и главная деталь. Это вот такие вот ушки. Вы видите, да? Серые ушки. Глиттерные. Вот. Блестят серебристым цветом. Хорошие тапки. Теплые, уютные, легкие. Идут в размер. В общем, заказывайте. Если они у вас еще есть на складе. Выполнены они отлично. Качество хорошее. Неприятного запаха нет. Идут в размер. Ну, в общем-то, если вы носите тапочки, то присмотритесь. Ну, а сейчас давайте перейдем с вами к новинкам каталога номер 18. Начнем, наверное, с вами с пилинг геля ICO. Вот в такой коробочке он приходит. По традиции здесь водоросль фулига. За который, по традиции, да, согласно легенде, ныряют девушки-девственницы для того, чтобы фулига не теряла свою суперсилу, да, исцеляющую, заживляющую и омолаживающую. Сам гель приходит вот в таком виде. Внутри он зафольгирован, когда пробочку открываете. Здесь 100 мл пилинг, да, гель-скатка для лица. Пилинг гель. Он белый. Я ожидала, что это будет что-то вроде роллинг геля от Эксперт, да, Сиабабаланс гель, который я очень-очень любила, но, к сожалению, нет. Этот пилинг гель, как множество пилинг гелей других, там от Гринмамы, например, и множество в других линейках, ну, в других сериях, да, в других компаниях подобных средств. Как его использовать? Наносите на сухое, очищенное лицо, этот гель, и начинаете массировать кожу до тех пор, пока гель вместе с торговевшими клетками не скатается. Он беленький. Внутри есть микро-микрочастички, очень напоминающие микродермазию от Эксперт Шаг Б, ступенька Б. Запах, ну, такой приятный, травянистый, зеленый. В общем, вы скатываете, скатываете. Что я могу сказать? Если, когда вы скатываете гель от Эксперт, зеленый, да, он кожу не травмирует совсем. Вот этот гель, если у вас есть какие-то мельчайшие ранки на лице, да, прыщички, то этот гель лучше не использовать, потому что он кожу очищает вроде деликатно, но в то же время он ее травмирует. Это как такой микро-скраб. Очищает хорошо, кожа вот аж блестит, знаете, сияет вот чистотой, но быть с ним осторожными. Я все-таки ожидала другого. Я ожидала возрождения геля Себа Баланс, но, увы, ее ах, нет. Ну, конечно, я буду пользоваться, да, радует, что большой объем 100 мл. Ну, в остальном, ну, какого-то супер-супер там отзыва я не могу вам дать об этом средстве. Если вы пользуетесь пилингами, скрабами, то да, покупайте. Если нет, то не тратьте деньги. Также, о чем я хочу вам рассказать, это новая парфюмерная вода Супер Герл. И опять, это совсем не то, что я ожидала. Да, здесь у нас заявлено личи, малина, роза, ягодный микс, да, лайм, смородина, лесные ягоды, пион. То есть, я думала, что аромат будет прям такой легкий, девичий, такой, знаете, заводной, может быть, где-то пахнет жвачкой. Вот такого плана. На самом деле, это достаточно женский аромат. Или это девичий аромат, но аромат не такой вот заводной девчонки, да, это аромат девушки-леди. Аромат на выпускной. В общем-то, вот в такой коробочке он приходит, коробочка с людей. Здесь все в стиле рекламного ролика, да, сделано. К этому аромату, я думаю, вы все его уже видели, да, в стиле такого вот аниме, картинки, рисунки. В общем-то, ну, я думала, и аромат будет соответствующий. Сам аромат приходит вот в таком флакончике белом. Белая крышечка. Вот эта девочка, это наклейка. Мы снимаем крышечку. Здесь золотистый пульверизатор. Аромат достаточно стойкий. Я ощущаю его на себе, ну, первую половину дня точно, если нанесу где-то в 6-7 утра. И вот первое, что бросается и что остается, это роза. Это розовый аромат. Аромат именно розовой розы, понимаете? И вот эта роза, она убивает все. Вот все, никаких ягод я здесь не слышу. Когда я первый раз вообще этот запах распылила, я сразу подумала, это розовое масло, которое было у моей бабушки в молодости. И сохранилось до тех пор, вот пока я была маленькая. Вот это оно, розовое масло. Вот, прям в нос ударило. В общем, когда он немножко развеивается, да, запах становится более легким таким, более летящим и ненавязчивым. Но если вы не любите розу в парфюмах, то не покупайте. Ну, или хотя бы купите пробник, да, может быть, у меня такое ощущение, да, и восприятие. Но, в общем-то, да, вот такой вот аромат я ожидала совсем другого. Вот прям совсем абсолютно другого. Ну, в общем-то, ну вот, что есть, то есть. На этом у меня все. Все, что я хотела вам показать. Надеюсь, что мой обзор был для вас полезен. Делитесь комментариями под моим видео. Мне всегда интересно их почитать. Их интересно, я скажу, почитать еще тем, кто смотрит мои видео. Да, давайте делиться опытом, мыслями. Что вы думаете о новинках, что вы ждали от них и что получили в итоге. Ну, на этом у меня все. До свидания и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok